Почему-то многие в крипто-сообществе ищут кнопку бабло или хотят, чтобы им дали такую волшебную кнопку. И на нашем русскоязычном пространстве это явление имеет колоссальнейшие размеры. И я просто решил ответить таким людям у себя в Телеграме. Да, мой Телеграм не наполняется ежедневно, но если там и выходят посты, то всегда по делу. Я считаю, в этом и заключается ценность. Если ты не подписан на мой Телеграм, обязательно сделай это по ссылке в описании. И обязательно прочитай последний пост, чтобы ты понимал, кем мы все стремимся стать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатий Щиди. Некоторые аналитики предрекают падение биткоина до 7400 долларов. Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Но прежде посмотрим, что случилось с биткоином на краткосроке. Как мы видим, сегодня утром биткоин провалился почти до круглой цифры в 10 тысяч долларов. Но сейчас отскочил, что практически аннулировало все движения за последние 7 дней. Вот такая машина времени. Кстати, биткоин доминирование упало ниже 70%, а это значит, что немного денег перелили в альту. Ну как немного, почти 5 миллиардов долларов. Это и стало причиной, почему альта показала от 5 до 15% роста, а биткоин в это время стоял на месте. Это многих почему-то испугало, ведь все привыкли, что когда биткоин растет, альта падает, а когда биткоин падает, альта стремительно падает. Фактически мы все еще находимся в огромном нисходящем треугольнике и все это видят. И все было бы совершенно скучно, если бы не нашлись люди, которые вдруг заметили сходство этого треугольника с тем, который произошел в 2018 году. А тогда треугольник закончился 50% падением. Об этом я и хочу сегодня поговорить. Закончится ли сегодняшний треугольник прострелом вниз? И оправдаются ли прогнозы некоторых аналитиков о 7,5 тысячах долларов за биткоин? Однако, ребята, у меня есть еще некоторые козыри, которые показывают, что биткоин все еще на пути к сотне тысяч долларов. А также я расскажу вам о том, что биткоин сделал, и это не какой-нибудь там паттерн. И последние два раза, когда биткоин это сделал, его цена выросла на 450%. Поэтому, если вас это заинтересовало, убедитесь, что вы организовали себе чай с бутербродом и обязательно поставили лайк, ведь видео будет длинным и интересным. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Кстати, если вы на этом канале впервые или давно смотрите, не подписавшись, почему бы этого не сделать? Нас уже почти 50 тысяч человек. На этом канале я выпускаю регулярные видео о криптовалюте, даже тогда, когда это кажется совершенно безнадежным. Ну, а мы переходим прямо к контенту. Поехали. Настроение на биржах в основном нейтральное, с небольшим уклоном на покупку. Шортисты не сильно преобладают над лонгистами, однако их все-таки больше. И неудивительно, ведь цена биткоина провалилась ниже 50-дневной скользящей, которая перед этим изо всех сил пыталась ее удержать. Также наблюдается сильное понижение объемов, и все это кажется весьма пессимистичным. Однако, если посмотреть на низы, которым возвращалась цена биткоина, можно заметить, что каждый новый низ становится выше предыдущего. А это хороший знак, но все решится, когда мы будем выходить из треугольника. И возможно, это случится где-то в середине сентября или начале октября. Теперь переходим к медвежьему сценарию. Пользователь биткоин-джек или битисит-джек-воробей, извините, капитан-джек-воробей опубликовал его у себя в твиттере. Я решил осветить его прогноз, чтобы мы имели двусторонний взгляд на одну ситуацию. Далее цитата. Я думаю, это самый вероятный сценарий для биткоина. На дне нисходящего треугольника, который произойдет в начале ноября, биткоин достигнет 7300 долларов. Оттуда мы начнем наш путь к прорыву выше 10 тысяч долларов. И в конце ноября, начале декабря возьмем курс на новый исторический пик и халвинг. Я уже рисовал эту картину в одном из своих видео, но если мы посмотрим еще раз на этот анализ, мы замечаем, что биткоин никогда не преодолевал свой предыдущий исторический пик до халвинга. По крайней мере, так было в предыдущих двух ситуациях. Следующий халвинг произойдет где-то здесь, в мае 2020. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, вы должны заметить, что цена находится значительно выше глобального трендлайна. Очень возможно, что цена биткоина вернется к трендлайну для ретеста перед тем, как взорваться вверх. Если это случится, то возможно капитан Джек Воробей от мира криптовалюты окажется прав. Ведь он пишет, что мы находимся в этом нисходящем канале. И если цена биткоина выйдет из треугольника вниз, то опасность того, что нижний край этого канала окажется следующей поддержкой, довольно значительная. Питер Брандт пишет, что биткоин соответствует определению нисходящего треугольника. Не позволяйте начинающим графоманам говорить вам иначе. Треугольники с острым углом справа предполагают, но не наверняка, дальнейшее пробитие сквозь горизонтальную поддержку. Вот наша сегодняшняя ситуация. А это ситуация 2018 года, очень сильно похожая. Будет ли такой же пробой, как в ноябре 2018 года? Сам Питер Брандт добавляет следующие комментарии. Честно говоря, я должен сообщить вам, что как позиционный трейдер я настроен на лонг биткоина. Тем не менее, как свинг трейдер я должен считаться с классическими принципами построения графиков. Этот нисходящий треугольник не является нисходящим, пока не будет полностью завершен. В истории трейдинга случалось множество ситуаций, когда цены вырывались из нисходящих треугольников вверх. Когда это происходит, трейдер называет ситуацию неудача нисходящего треугольника. Лишь потому, что мы смотрим на один и тот же график, и большинство людей считает, что то, что мы видим, это явные признаки будущего медвежьего движения, это не значит, что так и есть. Потому что так называемые умные деньги обычно делают совершенно противоположное тому, о чем все говорят. Все смотрят на этот нисходящий треугольник и ожидают чего-то похожего, как в фигуре 2018-го. Цена ползет, ползет, доходит до угла и падает к чертовой матери перед тем, как полететь дальше вверх. Вот о чем многие аналитики говорят. На основе таких анализов они прогнозируют падение биткоина до 7400 долларов. Что касается моего мнения, сейчас я покажу вам кое-что невероятно бычье и оптимистичное. Недельный график биткоина. Случаи, когда у биткоина было 3 отрицательных недели подряд в рамках бычьего тренда. Он указал здесь актуальный случай и недавние 2, но если вы откроете график и поизучаете, вы найдете множество таких случаев, когда 3 недели подряд биткоин падал в рамках бычьего тренда, после чего происходили просто невероятные росты. Это март 2018-го года, биткоин вроде бы находится в бычьем тренде, но здесь мы видим, что цена 3 недели подряд падает. С 1365 долларов до 888, что где-то 35% падения. Что было дальше? Безудержный рост до следующей ситуации с 3 неделями падения подряд. А это, грубо говоря, 450% роста. Еще один пример. Биткоин растет с 1700 до 5000 долларов. Явный бычий тренд. Но снова падение 3 недели подряд. Опять около 30-39% падения. Далее рост до 20 тысяч баксов, что составило практически 450%. Интересно, что даже цифры почти одинаковые. Держите у себя в уме, что эта закономерность работает только во время бычьего тренда. Сейчас, как вы видите, ситуация очень похожая. Биткоин начал расти, начиная от 3600 долларов. Это бычий тренд. Теперь у нас 3 недели падения подряд на бычьем тренде. И теперь, после этих 3 недель красных свечей, появляется первое зеленое. Поэтому, если основываться на двух предыдущих, очень схожих ситуациях, и взять такое же число 450% роста, то мы видим, что это более 50 тысяч долларов за биткоин. Я, конечно, не говорю, что это случится. Это просто теория с математикой. А вы скажете, ну раз ты такое предполагаешь, то разве большие умные деньги не сделают наоборот? Дело в том, друзья, что об этом никто не говорит. Зато все говорят о том, как сильно похож нисходящий треугольник сегодняшний на нисходящий треугольник 2018 года. И о том, что это все закончится большим падением вниз. Смекаете, о чем я? Я также хочу поговорить о теме, которая у всех на слуху. Много кто о ней уже рассказывал, но я хочу, чтобы она была также и у меня на канале. Автор этой статьи подписан как Гарольд Кристофер Бургер. Статья огромная, там очень много разбора, анализа и математики. И если делать на эту тему отдельное видео, оно может продолжаться час, если не больше. Я остановлюсь только на нескольких моментах, а ссылку на всю статью оставлю в описании. Кстати, если хотите, чтобы я решился и все-таки сделал это многочасовое видео, поставьте лайк или напишите комментарий. Статья называется «Естественный долгосрочный коридор роста биткоина». Прежде чем перейти к самому важному моменту, я хочу обратить ваше внимание на этот отрывок. Это очень важно. Я совершенно уверен, что в долгосрочной перспективе цена действительно будет развиваться примерно так, как указано в этой статье. На самом деле, я думаю, что эти прогнозы будут скорее заниженными, чем завышенными. Я полагаю, что биткоин имеет больше потенциала расти, чем падать из-за внешних обстоятельств. Но эта статья не будет пытаться делать прогнозы на основе этих внешних обстоятельств. Вместо этого мы предположим, что все будет продолжаться как обычно. А теперь, друзья, переходим к основному графику всей статьи. Как по мне, это самая важная часть этого всего послания. Оценив график цены биткоина, мы понимаем, что вся его эволюция проходит в рамках одного коридора, состоящего из двух частей. Вся эта идея основана на тайминге. И что мы сразу видим, это то, что цена в 100 тысяч долларов за биткоин случится не ранее 2021 года, ну и не позже 2028. Ну а миллион долларов за биткоин мы увидим не раньше 2028, но не позже 2037. После 2037 года цена за биткоин никогда не упадет ниже миллиона долларов. Ух, как не скоро это будет. Фактически, нам нужно просто подождать до 2037 года, основываясь на этом графике. Поэтому у меня только один вопрос. Почему ты до сих пор не накопил хотя бы один биткоин? Да, я знаю, что биткоин дорогой, и не у всех есть достаточное количество денег, чтобы купить его. Однако, можно покупать частями. Представьте, что биткоин будет стоить миллион долларов. Вы будете биться головой об стенку и кусать локти практически так же, как сейчас, думая, как было бы здорово купить биткоин за 1 доллар и продать за 20 тысяч. Возвращаясь к графику, мы видим два коридора. Биткоин проводит практически одинаковое количество времени в обеих частях коридора. Каждый 4-летний период халвингов сопровождается пузырем, при этом с каждым разом пики все выше. Однако, из-за того, что коридор со временем сужается, а его высота уменьшается, можно предположить, что эта модель не является 100% гарантией. Но, как пример, эту модель можно использовать, потому что она дает надежду, что биткоин все-таки будет стоить 100 тысяч долларов. Еще раз напоминаю, что ссылку на весь разбор полетов я оставлю в описании. Там очень-очень важная информация. И на этой позитивной ноте я хочу сказать вам, что меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!